Песня. 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 Известство ваше славе все утверждение, явлечься, Христе Боже, и мир просвещать слава Тебе. Господи, помолимся. Господи, Иисусе Христе Божий, благослови вы пять хлебов и пять тысяч насытивых. Сам благослови и хлебы сия, пшеницу, вино и еле, и умножи сия во границе и во всем мире Твое, и вкушающие от них верные освети. Я подвиси благословляя и освящая всяческая Христе Божий нас, и Тебе славу воссылаю самим начальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Владимир, животворящим Твоим Духом, ныне и признав, и вовеки веку. Благословение Господне на вас, того благодати и человеколюбие, всегда, ныне и признав, и вовеки веку. Ом, аминь. Нам нужна вода для поддержания нашей с вами жизни. В те времена на реке Иордан проповедовал Иоанн Претеча. Когда Спасителю исполняется 30 лет, он приходит из города Назарет на реку Иорданшуу принять крещение. Иоанн, прозрев, что в воду заходит Спаситель, начал останавливать его и говорит, «Мне надо бы нам принять от тебя крещение, не ты ли приходишь ко мне?» Но тогда Спаситель отвечает, «Не препятствуй, и вот так надо исполнить закон Христов». Тогда Иоанн, по слушанию преданной, совершает крещение. И во время крещения развязаются небеса, и Дух, видя голубя, сходит на Спасителя, а также был слышен голос Бога Отца, который говорил, «Сиди, Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». Святой пророк Претеча Божий Иоанн крестил крещением в покаянии. Он готовил путь для Христа Спасителя. Он вводил в воды Иордана множество и множество народу. «Люди в воде исповедовались, каялись в своих грехах», после чего Иоанн погружал их воду, словно омывал людей от тех грехов, которых люди исповедовались, которых они каялись. Грех – это есть как тяжелейшая болезнь. Не случайно говорил святитель Василий Великий о том, что надо уже в этом мире стараться исполнять божественную правду и менять свою жизнь в лучшую сторону. А также надо стараться бороться со своими грехами. Если мы не боремся, начинаем оправдывать свой грех, это есть очень еще тяжелее. Мы оскверняем свое тело и свою душу. И также, как всякий грех, болезнь нуждается в лечении, так и самое лучшее лекарство от греха – это есть таинство покаяния. И, дорогие братья и сестры, приходя сегодня в храм за святой водой, мы должны также наполнять свою душу божественным желанием жить со Христом и во Христе. Аминь. С праздником всех! Спасибо, Господи, Василий!